Всем привет! Вы на канале Форд Мак! Ну что ж, ребята, спустя больше недели я вернулся! Да, вы, наверное, замечаете, почему меня не было. Появился охренительный логотип на стене, офигенные космические обои и несколько вот таких обложек. Они будут постепенно обновляться, то есть будут появляться еще большие постеры формата А3, некоторые обложки, и постепенно стена будет, так сказать, кастомизироваться. Мне это радует, потому что, хоть я и любил плакаты, мне хотелось чего-то более интересного и более разнообразного. И так и случилось. Ну что ж, конец ожиданиям, пора перед реакцией, и сегодня в данном выпуске мы с вами заценим видео от Сындука МЧС Спаси и Сохрани, Спасик, разбор мультфильма. Да, я уже заценил предыдущий выпуск Сындука, посвященный Зине и Кеше. Я понял одну вещь. МЧС думает, что все дети дегенераты. Серьезно. Постоянные повторения. Постоянные, откуда ни возьмись, пожары. И, конечно же, офигенные теории от Сындука. Это было угарно. Давайте уже заценим, что накопал Сындук по данному мультфильму. Поехали. Три, два, один. Погнали. В предыдущем ролике я подробно рассказал о мультфильме про Зину и Кешу, но факт в том, что изначально я планировал посвятить видеообзор сразу нескольким МЧСным творениям. И похоже, что на сегодняшнем ролике дело опять не остановится, хотя такой жести, как в Зине и Кеше, уже точно не будет. Спасик и его команда. Мультфильм 2005 года от МЧС России. Как ни странно, мы их намного симпатичнее, чем Зина и Кеша из 2011-го, даже полностью в 3D, однако, увы, вышла всего одна серия. Но постебаться тут все равно есть над чем. Нам демонстрируют высокотехнологичную и навороченную штаб-квартиру МЧС, которой позавидуют даже башня Мстителей. Судя по всему, это МЧС прекрасной России будущего. Там все настолько продвинуто, что спасателями работают уже не обычные люди, а клоны. Целая армия клонов, расходный материал, который можно закинуть в любой пожар и не париться. Кто такой Спасик среди всех персонажей на экране, нам, кстати, так и не дают понять. Но варианта два. Либо это чувачок, по образу и подобию которого были созданы клоны, либо главный компьютер, раздающий всем приказы и зачитывающий сводку чрезвычайных происшествий. Внимание, внимание! Объявляем сводку чрезвычайных происшествий и его агрессия. Извержение вулканов, наводнение во Франции, пожары, снежные лавины, кошмар... И все это МЧС России. ...без такой продвинутой штуки, как МЧС России. Но хорошо, что бравые спасатели уже спешат на помощь тысячам людей в смертельной опасности. Ну, наверное, просто бывает лень делать всех разными. Секундочку. Только что поступила информация... Все выкрутились друг от друга по анимации. ...дети остались дома одни! Отменяем тушение пожаров и спасение людей из наводнения! Чёрт в Францию! Кот красный! Дети одни дома! Повторяю, какие-то дети одни дома! Не шалите! Какие-то дети действительно остались одни дома. И как только предки захлопнули дверь, эти спиногрызы в момент устроили тотальный хаос. Будем играть в индейцев! Непослушные молокососы решили поиграть в индейцев. То есть в коренной народ Америки, почти полностью истребленный колонизаторами. Только эта мелюзга собирается сама себя истребить, так что играют они всё-таки не в индейцев, а скорее в синий кит. Богатая детская фантазия преображает реальность. И вот малыши уже бегают по первобытному миру, валят в динозавров, делают водопады из кухонной мойки, путают газовую плиту с вулканом и пытаются получить огонь из-за Богатая ворота. Стоп! Розетка в вулкане? Окей! Спасатели превращают трагедии одну за другой, просто удаляя из мира, как из матрицы, часть опасных предметов. В один клик они избавляются от коробки спичек и стирают розетку. Слушайте, только вторая минута, а у меня голова уже трещит от количества конспирологических теорий, которые сюда можно присунуть. Но нет, но нет, я должен сдерживаться спокойно. Это всего лишь очередной бессмысленный мультик. В общем, один из спасателей, видимо, исчерпав свою энергию по удалению предметов из реальности, вырывается в квартиру к детям, чтобы отобрать зажигалку и оказывается, что эти клоны все размером с мизинчик. Неожиданно. Окей, неважно. Окей. Вместо того, чтобы просто отнять у детей зажигалку, сначала перекрывает воду, потом газ. Но эти действия не помогают, и вся квартира вот-вот бабахнет. Поэтому, вот сейчас без шуток, он берет и отматывает назад время. Боже ж ты мой, серьезно? Супермен дохуйная? У меня сейчас мозг лопнет от такой концентрации наушной фантастики. Это черное зеркало или обучающий мультик? В итоге дети спасены. Наверное, больше черное зеркало. Философский вопрос. Стоило ли их спасать? Эти монстры ловят маленького героя. И все, теперь он беспомощная игрушка в их руках и предмет для очередных издевательств. Какой хорошенький. Кто это? На выручку с пасеку вылетает целый отряд клонов. Где-то за кадром Франция уходит под воду с миллионами жертв. Занавес. Продолжение следует. Но продолжение не последовало, так что зрителю лишь остается воспринимать это как законченную четырехминутную историю о человеческом безрассудстве и ужасных неоправданных жертвах во имя бессмысленности. Ну или что бывает, когда родители не объясняют своим чадом, как работает газовая плита и розетка. Годом позже, в 2006-м, под примерно тем же названием, вышло еще три эпизода Спасика, но это был уже совершенно другой мультфильм. Спасик и его друзья теперь полностью в 2D и самое главное никакого больше выноса мозга виртуальными реальностями и перемоткой времени. Доктор, бони отсюда, ты здесь не к месту. Три эпизода выживаний в городе, на природе и при пожаре в доме. Три главных героя. Рыжий, который знает ОБЖ, Белобрысый, который не знает ОБЖ и, собственно, сам Спасик, который вроде как всех спасает, а вроде и не спасает. Например, в квартире Белобрысовой из-за недалеких предков начался пожар. Пожар! Пожар! А, так вот откуда эта хрень. Согнем кастрюлей. Потом зачем-то пробовал попасть на балкон, но тот оказался закрыт на замок и завален хламом. И тут, внезапно, прямо перед ним нарисовался сам Спасик с собственной персоной и сообщил важную информацию. Внимание! Пожар! Ну спасибо, блин, что сообщил. Что бы мы без тебя делали? Вызываем лифт. Белобрысый вместе со своей неполноценной семьёй по указаниям Спасика садится в лифт. Так точно можно делать при пожаре в доме? Они от дыма там не задохнутся, не? Спасик, откуда ты вообще тут взялся? Ты точно не галлюцинация? Чё там батя раскурил на всю кухню? А пожар, кстати, не на шутку, серьёзный. Вы гляньте, сколько тут в пазике всяких опасных штук. И спички, и радиация, и соль, и спас! Тем временем рыжий сосед сеструхой рубится в странную книгу про Спасика, где нужно из огнетушителя поливать жёлуди, где во время пожара вы сразу и выиграли, и не выиграли. Тут явно завешан код Шрёдингера. Победа! Я выиграл! Ну так вот, пока они играли себе, их кошара учоял пожар, и вместе они, как настоящие умные детки, повязали мокрую ткань на лицо. Молодцы! Дядя Спасаев был бы доволен. Куда ж без дяди Спасаева? Срочно набрать по телефону 01 и сообщить точные координаты пожара. Стоп! Спасик? Выходит, он и правда привиделся Белобрысому, или тут опять тема с армией клонов? Эх, пофиг. Как настоящие умные детки, прятались под одеялом и с фонариком в руках выбрались из горящего дома. Чётко сработано. И пожарные уже тут как тут, и Спасик тоже. Мы действовали по правилам ОБЖ, и теперь всё хорошо. Нет, как-то это всё странно. Надо бы приглядеться к деталям остальных серий. Правила поведения на природе. Вполне себе логичные советы по безопасности в походе, но нас интересует сюжет, а его тут немного, так что совсем коротенько. Кстати, всем привет! Рыжий и Белорысый идут в поход. Ах, старый, добрый мемчик. И погибает от удара молнии. Да, вот так вот бывает в жизни. Но чего в жизни не бывает, так это Спасика, который приходит после твоей смерти и даёт тебе ещё одну жизнь. Странно. Мы решили... Лев-лев. Мы перейдём к финальному... Отличная книжка. ...эзота поведения в городе. Рыжий собирается на улицу и досконально, чуть ли не параноидально проверяет всё в доме перед уходом. Выключить газ, закрыть окно, балкон, на дверь. Выключить электроприборы. Видно, что минувший пожар оставил сильное впечатление на психике ребёнка. Когда я вижу незнакомого мужчину в лифте... А кто-то тут откуда? Так или иначе, его бдительность и настороженность помогла пресечь новую трагедию. Парень на выходе из подъезда обнаруживает под лестницей несколько мешков мать его гексогена. То есть безобидного рязанского сахара, конечно же. Наверное, прям как тот, что был в позапрошлой серии. Потом Рыжий встречает Белобрысова, с которым они намылились в компьютерный клуб, но добираться до него они с какого-то перепуга решают по отдельности, хотя им, очевидно, должно быть по пути. Они даже оба спускаются в метро, просто чутка в разные промежутки времени. Пока! Встретимся в компьютерном клубе! Пока Рыжий находит в вагоне подозрительный пакет, его тиммейт чуть не ломает себе руку об двери. Это неправильно! Снова ловит глюк, видит спасика и представляет, что было бы попаде он под поезд. Беги, глупец! Беги! Настигай! Он меня почти настиг! Здесь, конечно, не хватало надписи «Вейстер»! В общем, Белобрысый люто очканул и решил дойти до компов пешкодраном. Но не дошел, даже когда уже наступила глубокая ночь. Уже совсем темно. Рыжий уже успел даже домой вернуться сквозь темноту и опасной кампании гопников, где его встретили отец со Спасиком. Позвони родителям. Ааа, как мило, нетрадиционная семья с двумя папками. Это неправильно! Ну а что касается Белобрысого, к нему Спасик не пришел на помощь. Он без вести пропал, и о нем больше никто никогда не слышал. Конец! Кстати, вы заметили, это сразу бросается в глаза, то есть в уши. Звуковое сопровождение. За всех героев говорит один актер. Прямо как этот... Как там его? Сай... Сайандук? Может, они спешили поскорее сдать проект и не успели догадать в КЗ, но в таком виде... Бог озвучки! Это сыровато! В каждом из трех мультов полностью отсутствуют фоновые шумы и на протяжении шести минут без остановки играет не особо подходящая под чрезвычайной ситуацией музяка. Прямо как в какой-то видеоигре. Знаю, я и обещал обойтись без конспирологических теорем, но я просто не могу не поделиться. Тут все идеально сходится. Что, если все происходит внутри видеоигры? Спасик, что в 3D-мульте, что в 2D, способен влиять на геймплей, управлять целой армией клонов, давать персонажам дополнительные жизни, телепортироваться и все дела. Все это лишь игра. Вы лишь персонажи. Но на самом деле все совсем наоборот. Плюс все персонажи говорят одним голосом. Голосом игрока, комментирующим свое прохождение где-нибудь на ютубе. Еще чайник. Вот и перегрузки эти. И так интересно, и так интересно. Мы опять выиграли! Блин, да такая игра действительно существует! Единственное, мне ее не удалось найти ни на диске, ни образ в интернете, так что проверить, что там на самом деле, не выйдет. Хотя, можно поискать на одном сайте со всяким барахлом, где я обычно нахожу всякие редкие штуки. Ну-ка. Хм, а знаете что? А не пойти ли мне нафиг со своими теориями? Забавно, как стремительно с 2005 года по 2011 качество мультфильмов по заказу МЧС шло на понижение. Но сейчас на дворе уже 2017, и справедливости ради, чтобы вы не подумали, будто я какой-нибудь озлобленный старикашка, надо сказать, что сегодня со Спасиком все отлично. Пока я искал ту игру с диска, я набрел на сайт МЧС для детей, который меня приятно удивил своим набором фишек и отличным подходом к обучению безопасности. Так что не все потеряно. Но это не значит, что третьего рынка на рекламе про безопасность не будет. Да и ту загадочную игру 2005 года я в итоге не нашел, так что если у вас вдруг она есть на диске, буду очень благодарен, если снимете ее образ и выложите в сеть. Ладно, что это мы все про социальную рекламу. Давайте-ка и про обычную рекламу вспомним. Думаю, что каждый из вас уже давно и уверенно пользуется лучшим сервисом... Ах, старый добрый Копикот! Помните офигенные анимации? Копа и Кота. Но сейчас не совсем об этом. Копа-кот на кэшбэчили себе на полноценный отпуск. Пятипроцентный кэшбэк на Рум Гуру, и вот они уже на пути на топовый курорт. Шестипроцентный кэшбэк в Асос и других магазинах одежды, и вот они уже в топовом шматье щеголяют по пляжам, покручивая скинье с кэшбэком в 5,5%. Но и о нас они тоже не забыли. Прямо перед отъездом эти гениальные лоботрясы создали новое супер изобретение, которое наконец облегчит их нелегкую работу. Возвращать деньги с покупок в интернете. Знаете, что они сделали? Предложение! Нет, стоп, они сделали приложение! Это приложение уже в бета-версии было настолько брутальным и крутым, что отжимало бабло у других приложений. Кэшбэчила с удвоенной силой. Пришлось чуть нормализовать его крутость, но зато теперь это идеал. Ссылка на новёхонькую приложуху в описании под видео. Главная задача каждого... Интересно, вернуться ли коп и кот? В плане анимации. Для этого прямо сейчас тышь на ссылку и на кэшбэч вы себе на полноценное лето, пока оно не кончилось. А ещё аж 20% кэшбэк новым пользователям и... О, супер, они уже домоседы. Ну что ж, ребята, данное видео мне понравилось. Как обычно, Сындук взял отличную тему, хорошенько всё это приправил своим фирменным юмором, различными шутеечками, и всё получилось отлично. Блин, конечно, поражаюсь. Неужели настолько хреновый вид анимации был в 2005 году, или настолько маленький бюджет был в МЧС, который заказали данный мультсериал? Серьёзно! Но чего ещё можно было ожидать от мультфильма, который был, по сути, вред, создан ради того, чтобы учить детей? И слабо, что в наше время качество немножечко поднялось, но... ненамного, наверное. Но при этом я очень сильно жду новый видос от Сындука, посвящённый расширенному обзору МЧС и всяческих рекламок, и других анимаций. Надеюсь, он эту тему раскроет немного больше и ржачнее. А так, данное видео получает огромный респект и лайк, это было классно. Ну, а на этом, ребята, думаю, всё. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, обязательно рекомендуйте видео для следующих выпусков. Всем удачи и... Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok